приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня мы с вами обрабатываем форму юла покажу как обтянуть сеточкой и как сделать декор если вам интересно оставайтесь со мной и приступим для сегодняшней работы мне конечно же понадобится сама заготовка у меня это юла и вот я уже здесь подготовила сеточку у меня вот такая золотистая сеточка с камешками на алиэкспресс продается только черное и белое а это моя накидка по моему на вал борис или как это называется кто-то нашел там именно вот такая же накидка и продается и сегодня я покажу как же все это украсить вот сердечко я уже показывал она почти готова здесь не хватает декора и бантика но конечно все это мы с вами сделаем а сейчас приступим к работе одну часть заготовки откладываем а вторую будем украшать сеточкой вот у меня кусок кусочек сеточки и здесь я отмечу сразу вверх и низ вот примерно посередине я вот так располагаю и закреплю вверх сразу вверх я буду делать так чтобы вот эти вот камешки не попадали именно на на середину вот вы видите я откладываю и вниз также сама потому что при склеивании когда мы будем склеивать ленту они нам будут мешать и теперь в одну сторону натягиваем и во вторую вот так располагаем чтобы нам хватило также по бокам стараемся чтобы вот эти камни не попадали нам на середину конечно в процессе работы все это можно будет подкорректировать но пока вот так и сейчас начну сразу потом склеивать после того как отмечу боковинки сначала начинаем сверху вот как раз все вот эти вот у меня уйдут сюда под низ вот здесь я наношу клей и вот эти сразу подклеиваю под низ вот увидите расстояние у меня вот здесь мне вполне хватит подклеить ленту и ничего мешать не будет вверх я подклеила так смотрю что как у меня здесь расположение идет чтобы было более-менее все равномерно сейчас посмотрю что там еще лишние потом изнутри вот это все что у меня тут торчит я обрежу потому что все вот эти камни я потом использую для другого отрежу и конечно откладываем это нам пригодится так и вторую сторону смотрю как тут располагается чтобы сетка у нас было хоть игру хотя бы равномерно расположена они так что одни ячейки у нас крупные а другие совсем растянутые или наоборот и вот так вот я подклеиваю и когда у меня тут вверх уже подклеен сейчас тут еще пару штук работа конечно кропотливая медленно и но это стоит того теперь приступаю к низу внизу тоже смотрю чтобы у нас все как бы хотя бы равномерно было расположено и чтобы это красиво смотрелось и вот здесь вот все это пытаюсь вовнутрь все придерживаю наношу клей и все натягиваю все это уходит вовнутрь и вот вы видите у нас получается очень красиво первое сердечко вот я делала здесь у меня немножко вот все это косит но не все сразу как бы я сама учусь до сих пор поэтому тут немножко кривовато здесь уже получается все более точно сейчас у меня все закрепится и я вернусь к вверх-вниз у меня подклеен и теперь буду стараться подклеивать вот здесь все равномерно вот здесь ложится красиво вот этот камень у меня уходит вовнутрь сюда вот даю закрепиться и вот увидите здесь уже сама ложится нанесу клей вот это и как раз вот у меня остается место для ленты и вот видите как аккуратно ровно все получается и вот здесь тоже все это уходит вовнутрь так вот это лишнее отрежу так пинцет пинцет потеряла вовнутрь пинцет иногда не стоит засовывать пальцы на клей горячий вот все немножко выходит но можно придержать и вот вы видите как все подклеивается и так же поступлю со второй стороной распределяю вот это середина у меня уходит сюда даю закрепиться и постепенно вот так вот все укладываю и подклеиваю и вы посмотрите какой красивый узор получается и продолжаю работу ну вот сеточка у меня натянутом и на вторую часть буду подклеивать вешалку и кисточку почему на вторую часть потому что если я нанесу горячий клей на ту часть то тот клей который там есть нагреется и что-то может распуститься поэтому я подклеиваю на вторую часть и также буду наносить клей когда подклеивать вместе тоже на эту часть приклеиваю кисточку оставляю один миллиметр и даю закрепиться если где-то у вас вот так вот торчит и не туда и не сюда стараемся больше вовнутрь затянуть вот так по краю клея и подклеим веревочку чтобы она никуда не уходила если вдруг мы подрежем этот камень и даем закрепиться вот теперь у меня подклеена все я могу подрезать камешек и веревочка у меня держится теперь мы еще раз все примеряем все ли у нас ложится или так или так как лучше несколько раз если все устраивает вот здесь на границе камень его постараемся вот так вовнутрь засунуть и подклеиваю я сначала только одну часть так мне будет удобнее все контролировать наношу клей чуть-чуть здесь и вот так все совмещаю вот этот камень вовнутрь пальчиком его туда засунуть не все сразу получается вот все прижимаю и даю закрепиться этой половинки одна сторона у меня подклеена теперь я придерживаю вот так вторую сторону пальчиками раздвигаю и наношу клей вот так стараюсь по краю и прижимаю вторую часть это же даю закрепиться две части у меня подклеены и теперь я буду подклеивать ленту 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 я здесь подрежу вот так вот сделаю надрез и вот этот надрез я одену между вешалкой вот так отодвигаю вешалку и подклею сначала вот здесь ленту все выравниваю и теперь аккуратненько вот тут также все подклеиваю наношу на ленту тут чуть-чуть клея надо очень аккуратно это делать чтобы у нас все было чисто и со второй стороны вот так и все у нас получается ровно и теперь продолжаю работу по шву наношу клей кому как удобнее кому на ленту кому сразу на заготовку и вот так под натяжением подклеиваю здесь у кисточки я буду все подрезать и вот так вот даю закрепиться и сейчас вернусь к вам вот я подрезаю нужное мне длину ленты конечно же всю ленту всегда обрабатываем так опять снова зажигалка со мной не дружит еще чуть-чуть надо лучше чуть больше отрезать и потом подрезать и теперь вот так вплотную я все подклею вот так ровно все подклеиваю и также поступаю со второй стороны теперь я беру полу бусины и вот с припуском отмеряю смотрю сколько же мне надо на кисточку вот тут отрезать и вот этот подрез и я вот так в него одеваю кисточку и теперь подклею полу бусины с двух сторон вот таким образом можно подклеивать как горячим клеем так и универсальным сегодня я использую горячий клей здесь все убегает надо все одновременно и придержать и приклеить сначала я нанесу буквально чуть 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 клея чтобы подклеить вот эти две полу бусины чтобы они у меня держались с одной стороны и с другой стороны здесь надо работать очень аккуратно вот так укладываю все и продолжаю подклеивать стараемся не брать слишком много расстояния подклеивать вот берем три-четыре полу бусины нанесли клей и все ровно уложили даем закрепиться и вот так по чуть-чуть продолжаем работу все укладываем если где-то что-то находит вот так одно на другое убираем что-то где-то пододвигаем чтобы у нас все смотрелось красивым и продолжаем работу вот здесь наверху мы также делаем надрез вот он и одеваю с двух сторон вешалку и все подклеиваем вот что у меня получилось и конечно не забываем все почистить от клея все тянется это я специально сейчас в эфире делаю для девушки которая сказала что у меня все в клею и все вот в этих паутинках что не аккуратно поэтому все зачищаем это работа конечно обычно происходит за кадром но как я говорю вот специально для девушки чтобы она видела что все зачищено вот все эти от клея которые залежают между сеточкой все это конечно надо почистить и вот что у меня получилось этот цвет очень красиво сочетается с золотом посмотрите как все идеально а на сегодня все надеюсь урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно а также подписывайтесь на канал нажимаете колокольчик чтобы не пропустить самое интересное а интересного еще очень много творческих успехов вам или до скорой встречи пока пока